послание это дух святой дух послание это дух святой и смотрите бога дух на вена это значит бог что-то тебе посылает что-то он тебе посылает твоя голова еще не понимает о чем не послал что я там взял а дух он же что-то принял вот это послание он принял и она начинает работать вы понимаете вы школу выключаете а школа еще идет бог работает дальше на дворе 48 часов и всю неделю вот поэтому а и полезно для научения для обличения послушайте как прекрасно когда человек может быть обличку посмотрите гордый человек скажет что ты меня обличаешь и хочу чтобы ты меня обличал да вот а человек смиренно он скажет боже хорошо что ты меня обличил знаете я всегда группу обличие меня пожалуйста честно всегда говорю если я с кем-то что-то поспорила или поговорила и не и разговор не понравился закрыла бог если я виновата обличение а знаете почему я так говорю а потому что обличение это очень красивый процесс от господа он не позорит он не унижает он просто говорит раздельный вот по-другому или можете стоит извиниться там пойти ну как-то будет лучше или а зачем на твоем месте там промолчал такой господь он обличает он не позорит он не стоит как сатана вот этим пальцем не и нет ни тыкает это ты это ты и виноват если у тебя эти мысли то это сатана потому что если бог хочет что-то исправить он очень нежно и с любовью делать и сидишь вот такой да правда да надеть мы ты сидишь такой рыдаешь на бог это я прости и так и это такое облегчение это такое кайфовое чувство в эту игру слушай обличает не проблема я учусь аллилуйя вот а он любит таких учеников которые ну готовы обличаться готовы учиться готовы позориться ну шо ж теперь на все успешные люди понимает что позориться надо много и каждый день все почему-то включить они все открыты каким-то вещам которые но им стоит подножку или люди критикуют их или они выходят в эфир они там думаю часы там с цветами встретят они них там да ты чё ты вышел до 4 эти люди не должны все это пройти позорься каждый день не проблема самое главное двигайся с господом двигайся с господа дай ему возможность тебя точить дай ему возможность из тебя сделать вот этот бриллиантик дай ему эту возможность и он лучший мастер по бриллиантам это я точно знаю он лучший мастер вот и поэтому обличение очень важно исправление очень важно вот я частенько там кому-нибудь там скажу ну даже эдику эдик ты же неправильно сейчас думаешь сейчас думаешь вообще непонятно что ты не понимаешь вот у меня вот такая ситуация да я вот твоим выводим в этом вот ситуации тебя сейчас обличает господь исправляет господь что-то споришь сидишь это просто вчерашней информации ты так привык жить но сегодня ты пришел господу и тебе нужно нужно поменяться думать как бог они как ты вчера думал понимаете поэтому исправление это тоже очень хорошая вещь и я тоже открыто очень сильно когда меня господь исправляет или человек высшестоящим почему бог дает наставников как вы как вы думаете для исправления наставники пастыря учителя даются для исправления для обличения если все так правильно сделал чушь такой проклятый знаешь тебе надо чему-то научить если нет результатов значит ты что-то не знаешь что ты не понимаешь но тот кого бог уже провел через это он может тебя наставить и исправить и мы говорим нам не нужен наставник нам срочно нужен наставник и постоянно потому что перед наставником ты голый потому что все эти тараканы наставник уже имел уже прошел если ты можешь перед наставником быть голым значит и перед богом тоже можешь быть голым значит и сдался на 4 реально хочешь учиться вот я сейчас сказала нель я тебя выдала там немного да и она говорит все хорошо я учусь вот эта позиция ученика я голая перед тобой на ли я голая перед господом я учусь они права качать перед наставником это глупец только делает потому что он говорит как ты можешь в меня поверить если ты в человека которого я тебе послал не веришь как ты можешь меня любить если ты не любишь своего наставника которого ты видишь ты меня не видишь и хочешь сказать что ты меня любишь как если ты видишь человека который я тебе послал и не любишь как как ты можешь меня любишь что ты мне врешь я тебе послал человека который обнаружит в тебе вещи которые уже прошел а а ты мне рассказываешь о какой-то любви о каком-то почтении бог ты со мной разговаривай слушай тобой я разговариваю через наставника ты мне не слышишь как же ты хочешь мой голос вообще услышишь понимаете о чем я говорю это очень важно понимать это библейские законы поэтому исправление обличения это то к чему мы даже сказать да 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 день и ночь давай исправляем плеча исправляем плеча исправляем плеча я хочу меняться я хочу чтобы мечты исполнялись вот это когда ты готов на самом не говорит послушай пожалуйста сегодня две школы одну медитацию мою обязательно и человек когда чё мне тут позвонили я должен ехать мне послушай как ты собираешься служить богу если ты человеку которую бог привел и через него говорит не слышишь это невозможно и с такими людьми друзья мои бог не разговаривает потому что если ты не слышишь человека он не хочет даже говорить с этим человеком ты не почитаешь того кого он поднял понимаете чем аллилуйя аллилуйя поэтому исправление обличения да не принадлежат ко мне слушай иисус давай человек что там неправильно где опять глупость сморозила давай рассказывай я все хочу менять чтобы завтра у меня не было проблем там я хочу менять давай говори чем не там дело и тут раз на стану придет скажешь аннелли ты вот тут неправильно вот тут неправильно держи я скажу я бога жду бог пусть мне скажу так бог послал тебе кусочек сыра друг мой но если ты ворона ты разъявишь рот и он упадет поэтому обличение исправление наставление праведность праведность и 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 Субтитры сделал DimaTorzok